Добрый день! В последние годы лозунг «Читать модно» стал все чаще встречаться в материалах различных литературных проектов и акций, а также в рекламных продуктах, создаваемых книготорговыми организациями и библиотеками с целью привлечения потенциальных читателей и пользователей. Писать и читать человек научился достаточно давно. Вот уже более пяти тысячелетий мы пользуемся текстовыми документами. С развитием технологий появились и другие возможности – аудио-видеодокументы. Для кого-то они, может быть, являются более доступными для восприятия. Однако данные обстоятельства отнюдь не умаляют актуальность чтения в современном мире. Чтение, с какого бы носителя оно ни осуществлялось, было и остается одним из эффективнейших средств развития человеческого мозга. Научным доказательством этому служат результаты исследований в области психологии и нейрологии. Впрочем, прийти к выводу о положительном влиянии чтения на развитие мозга можно и на основании самостоятельных наблюдений. Абсолютное большинство выдающихся людей прошлого и настоящего – люди читающие. Может быть, мало кто задумывается над тем, насколько сложную работу проделывает мозг во время чтения текста и насколько важен этот процесс для умственного развития человека на протяжении всей его жизни. Возможно, еще в школе следовало бы закладывать понимание о принципах воздействия чтения на мозг, формируя таким образом у детей осознанный интерес к чтению. В какой-то мере это даже могло бы предупредить ряд случаев внезапного ухода от книг, нередко наблюдаемого в период так называемого переходного возраста и зачастую затягивающегося на всю жизнь, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok